Всем привет! В сравнении смартфонов Samsung Galaxy M14, который находится слева, против Samsung Galaxy M33, который находится справа. Смартфоны сейчас в одной ценовой категории. По конфигурации памяти за эти деньги M33 мы покупаем на 6,128, а Galaxy M14 мы покупаем на 4,64. То есть Galaxy M14 за одни и те же деньги в сравнении с Galaxy M33 у него будет меньше оперативки на 2 гигабайта и меньше встроенной памяти на 64. То есть тут 128, тут 64 будет. Данная версия у нас на 128 гигабайт. Если мы рассматриваем такой Galaxy M14, он будет меньше по оперативке и также по встроенной памяти и чуть больше по цене, чем Galaxy M33. В общем, вот так вот. По внешнему виду тройная камера против клад камеры. Видим, как отличаются блоки камеры. Тут он отдельный такой вот квадратик. Немножко выпирает из корпуса. Тут просто три камеры в корпусе. Ну, по внешнему, ну, не знаю, мне смартфоны похожи. Не могу сказать однозначно, какое решение мне нравится больше. Наверное, у Galaxy M14, ну, чуть как-то посимпатичнее выглядит. Мне так кажется, как-то более посвежее. Справа тут у нас кнопки включения, кнопки игровки громкости. Дисплеи 6,6 дюйма. Вот тут слоты. То есть смартфоны очень похожи. Размещение элементов управления, все очень-очень похоже. Так, по батарейке. У M14 6000 мАч батарея, а у M33 5000 мАч батарейка. То есть у Galaxy M14 уже лучше этот показатель по автономности. И там, и там поддерживается быстрая зарядка. Так, включаем устройство одновременно. Смотрим, кто быстрее загрузит систему. М14 слева и включаются они. Одновременно. Вот у нас есть разница по дисплеям между этими устройствами. Давайте перейдем настройки. Сейчас сделаем яркость максимальной. Дисплей. Яркость сделаем. Максимальной. Вот. И думаю, заметно, да, разница между дисплеем и этим устройством. Как выглядит белый, как выглядит меню на дисплее. Тут у нас TFT матрица. Тут у нас PLS матрица. Ну, немножко. Вот. Тут желтит вроде как немного экран. А тут, наоборот, он отдает синим. То есть, и там, и там выглядит белый цвет неестественно. Вот. Экраны что-то, что-то недалеки до идеала. Они хуже IPS и тем более хуже AMOLED. Так, сведения программ обеспечения. One UI Core у нас на 5 и на M14 чуть поновее. Видим. One UI Core 5.1. Тут 5.0. 13-й Android. И там это NOX 3.9. Закрываем. Но у Galaxy M33 лучше дисплей в том плане. Вот мне немножко PLS все-таки нравится больше в целом. Но у M33 дисплей будет лучше в показателе частоты обновления кадров. У M14 90 Гц. Тут 120 Гц. Посмотрим Antutu бенчмарки, сколько набирают смартфоны. Железо у нас у M14 Exynos 1330 против процессора Exynos 1280. Восьмиядерные процессоры, видеоускорители, Mali, J68 и там, и там. Но Galaxy M33 набирает на 20 тысяч больше. Вот. Давайте посмотрим. Как загрузится PUBG Mobile. Насколько быстро на этих устройствах в сравнении. И на какой графике будет работать PUBG. Вот на M14 грузится быстрее. Несмотря на то, что по бенчмаркам он набирает чуть меньше. Настройки графика, графика. Вот графика у нас не отличается. И там, и там средний уровень. То есть игра будет работать одинаково. Но чуть на Galaxy M14 грузится быстрее. Давайте посмотрим, как грузятся странички в интернете. Давайте перейдем на сайт samsung.com. Назад. По этой ссылке. Ну, в целом, одинаково, да, работают. Может чуточку быстрее на M14. Ну, ненамного. Хорошо. Так. Давайте теперь послушаем динамики на этих устройствах. Перейдем в YouTube. Слушаем на максимальной громкости. Там и там. M14. М14. Ну, в целом, похоже динамики. Ну, вот чуточку, мне кажется, качественнее на Galaxy M14. Если уж прямо кого-то из них вот выбрать и выделить, то это M14. Вот. В общем, что мы имеем в целом. При покупке этих смартфонов, то есть, да, за M33 мы получим лучшую конфигурацию памяти. Лучше, чуть лучше результаты в бенчмарках. Но это, в принципе, не важно особо. Но во многом, да, смартфоны очень-очень похожи. Вот. Приобретая Galaxy M14, мы получим больше заряд батарейки. Примерно такую же, там, автономность, примерно такую же производительность, примерно такой же дисплей. Вот. Но у него будет меньше оперативной встроенной памяти. То есть, у M14 будет больше оперативной встроенной. У M33 будет больше встроенной оперативной памяти. У M14 будет лучше батарейка. Это вот главное отличие этих устройств. Вот. И M14 на чуть лучше операционной системы. Но это опять уже такие вот мелочи, которые вот небольшие. То есть, и там, и там есть мелочи в пользу одного из устройств. У M33 у экрана чуть лучше частота обновления кадров. Но вот основное, это то, что тут лучше память будет на M33, а у M14 лучше батарея. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывались на CallMaxi Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.